Здарова, мужики! Сегодня поговорим про утиные гнезда, где их ставить, как их ставить, самое главное, как их делать, какие есть ошибки и какие есть правила в установке. Но прежде чем будем смотреть наш видеоотчет о фестивале, который прошел в Московской области, в Дмитровском районе, где мы установили гнезда для кряковой утки, я сначала хочу поблагодарить всех, кто поучаствовал, огромный вам поклон, огромное спасибо для тех, кто приехал это делать, для тех, кто скинул деньги, ну и, конечно, спонсоров этой организации, которым не безразлично будущее, то, что будет происходить на нашей планете, на нашей земле, на нашей стране, в наших охотничьих угодьях. А конкретно огромное спасибо хочу сказать Школе Охотчего Мастерства, компании «Про Гусь», компании «Национальная Лига Охоты и Рыбалки», компании «Азот», МПФ «Азот» нас поддерживает бесконечно, это очень здорово, то, что производитель патронов делает такой незаменимый вклад в сохранение и воспроизводство животного мира. Магазин «Арсенал» поддержали проект ути на территории «Экобит» и вложили хорошее количество денег для того, чтобы гнезд стало больше, как можно больше из вас поучаствовали в этом проекте. Также хочу отметить компания «Шаман», которая из раза в раз поддерживает проекты, все, которые касаются биотехнических мероприятий в проекте «Экобит», ребят, вам огромное спасибо. Компания «Джопкорд», качественный автосервис по отгрейду ваших тачек, ребят, тоже огромное спасибо, что поддержали проект и скинулись на благое дело. «Ганфан», крутой интернет-магазин, если вы занимаетесь тактической стрельбой или очень сильно любите оружие, также и охотой, обязательно зайдите, посмотрите. Ребят, спасибо большое за участие и за поддержку. И если вам нужен камуфляж для вашего оружия, компания «Дюрако» также поддержала проект и куча всяких интересных вещей у ребят на сайте, зайдите и посмотрите. Компания «Пилоспорт», классная оптика, классные очки. Ребят, спасибо за поддержку проекта. Конечно, с нами всегда компания «Охот Актив», магазинам Андрею Шелестову огромный поклон. Андрей поддержал, поучаствовал, и это очень круто. Нордвей, наши постоянные партнеры, всегда топились за правосудие в мире природы, также поддержали проект. Ред, Женька, спасибо тебе большое, что каждый раз поддерживаешь, слышишь нас и помогаешь. И ребятам из Архангельска, нашим друзьям, магазину «Adventures». Ребят, вы молодцы, вы лучшие, и мы ждем, когда в Архангельске появятся ваши гнезда. И самое главное, что я хочу отметить, все больше и больше людей делают гнезда. Это очень здорово, что за совершенно небольшой промежуток времени произошел мощный толчок, и все понимают, что это благо. И то, что от этого все видят невероятный результат. Хочу благодарить и специально ответить компанию «Манков». Ребят, в этом году запустили параллельную акцию, в которой каждому участнику, кто готов будет построить гнездо, и скинут на почту info.sobak.mankov.ru, они дарят значок и манок. Ребят, любой из вас, кто уже сделал гнезда, кто собирается делать гнезда, пожалуйста, отправляем свою фотку с обратным адресом, и компания «Манков» вас поддерживает «Манком» и красивым классным значком за участие. Бешеный результат! Охотшее сообщество взбудоражено тем, что вы все делаете, и вам огромный поклон всем тем, кто собирается делать или уже сделал за учиные гнезда, за гагалятники. Вы молодцы, вы самые крутые, вы на самом деле герои. Поэтому напоминаю, любой из вас, кто хочет поучаствовать в акции, у кого нет денег, напишите мне, мы собрали необходимое количество средств, чтобы профинансировать ваши гнезда. Главное желание это сделать. А сейчас наш небольшой отчет о том, как 20 марта в Дмитрском охотхозяйстве мы строили гнездо для уток. Смотрите обязательно, очень много интересной информации. Поехали! Сегодня мы выполняем биотехнию утки в Дмитровском охотчем хозяйстве. Экобит и утиная территория запустила проект, где мы строим гнезда, и каждый из вас может в нем поучаствовать, построить свои гнезда, показать, прикрепив к приложению ekobit.app фотографию, и получить крутой памятный значок. Также, кто из вас не располагает средствами, можете написать или позвонить мне, и мы вам переведем деньги для строительства гнезд. А сейчас мы устанавливаем и строим гнезда. Кто не знает, несколько секретов в нашем сегодняшнем выпуске. И раз, вот такой взрыв. Я думаю, такое мероприятие на родной земле. Меня зовут Алексей Ахапкин. Мой охотничий стаж составляет 7 лет. И сегодня, 20 марта, в Дмитровском районе, кстати, это район, где я проживаю, происходит очень правильное мероприятие. Сегодня мы строим гнезда для уток. Огромное спасибо организаторам в лице Евгения Шеляпина, проекта «Утиная территория», проекта «Экобит». Мероприятие на свежем воздухе, денек погожий. Вот я не вижу преград, препятствий. Вот и огромное спасибо еще раз. Меня зовут Наташа. Я здесь сегодня со своим мужем-охотником. Сегодня деньги синего равноденствия. А как мы знаем, весна – это время расцвета, время любви. А что происходит от любви? От любви рождаются дети, утята. Именно поэтому мы здесь сегодня все собрались, чтобы построить комфортный домик для них. Это очень крутая, правильная инициатива. И спасибо организаторам за то, что мы имеем возможность это делать. А сено уже здесь? Сейчас кувалду привезут, а не едут. А, и сено едут. Для изготовления гнезда нам потребуется сетка сварная, ячейка в идеале 30 на 30, 40 на 50, но не больше, чем 50 на 50. Потому что сено, солома будет выветриваться, вытрусиваться со временем. Чем мельче ячейка, тем лучше. Здесь длина сетки 2,5 метра. Сейчас мы сформируем сначала внутреннюю часть гнездовья. Оно будет диаметром примерно около 30 сантиметров. И дальше наполним наполнителем, сеном. Свернем, зафиксируем стяжками. Можно стяжками, можно вязальной проволокой. Вот отсчитываем 15 ячеек с двух сторон, чтобы одинаково свернуть. Вставляем усы, как раз вот. И в этих местах фиксируем стяжками внутренний диаметр гнезда. Однушка по цене двушки. Теперь мы берем наполнитель. Он у нас уже тут в тюках, наполнитель, скажем, сено вот это. Оно сформировалось, уже утрамбовалось. Поэтому мы его таким образом и укладываем. Слой где-то, ну, сантиметра 4-5. По всей, да, по всей длине укладываем. До края, не доходя, где-то, ну, сантиметров 20. И все, начинаем скручивать. Плотно, да, поджимаем с подворотом, чтобы гнездо не выскакивало внутреннее. Сворачиваем. Вот в этом месте мы специально не укладывали наполнитель, чтобы как можно плотнее прижать сетку друг к другу. И так же стяжками. Спасибо. Фиксируем. На внешний слой можно 4, да. По краям и 2 по центру. Можно использовать не только стяжки, а обычную вязальную проволоку, мягкую. Эти хвосты, да, откусываем. Это больше для эстетики, для внешнего вида. Слушай. Теперь мы проверяем, чтобы внутренний овал, скажем, имел форму круга. Ну, в принципе, у нас здесь так и получилось гнездо, внутренняя часть круглая. И еще наполняем внутрь небольшим количеством того же самого наполнителя сеном, для того, чтобы птица могла формировать гнездо. Много не надо, достаточно там совсем немножко. Она сама определит, где у нее будет вход, где выход. И сама сделает гнездо ее. Вот таким образом мы делаем все оставшиеся наши гнезда. Вперед! Готово! Готово! Основной принцип установки гнездо ее у нас, это выбор места. Значит, когда мы место выбираем, мы смотрим, чтобы это был край береговой линии, либо это где-то была местность, огороженная камышом, чтобы не было прямого доступа и фактора беспокойства от человека. Выбираем такие участки, где можно установить стойку опоры. Здесь в данном случае грунт. Летом здесь поднимется трава, будет заболоченная местность. Соответственно, самое то для высиживания утки выводка. Рядом есть за спиной вода. Соответственно, после вылупления утят утка спрыгивает с ними и уходит уже, не возвращается в гнездо. Гнездо ей нужно именно для безопасного высиживания потомства своего. Гнездо ей устанавливается примерно на расстоянии не ближе 30 метров друг от друга, ну и не дальше, примерно вот в этом диапазоне 30-40 метров. Соответственно, одно поставим здесь, другое поставим через 30 метров где-то на границе с камышом. Не будем его сильно углублять в камыш или в тростник, с учетом того, что он еще поднимется в весеннее, в летнее время. Чтобы у утки было это заметно со стороны. Она может заселиться сюда не в первый год, а, скажем, во второй год. Но в любом случае она будет пролетать, будет обращать внимание на это гнездо вверх. И рано или поздно она все равно его примет и будет в нем высиживать потомство. О, пробил. Все, по высоте гнездо устанавливаем таким образом, что с учетом весеннего паводка, максимального прилива воды. Но здесь в данном случае у нас грунт будет, заболоченное место, здесь прилив воды весенней небольшой. Поэтому выставляем так, чтобы это гнездо было заметно для пролетающей птицы с учетом поднявшейся травы. Примерно на такой высоте. А если это делаем, допустим, там, где есть вода, и мы понимаем, что в весеннее время она поднимется с учетом паводка где-то на полметра. Соответственно, с этим запасом мы ставим, чтобы гнездо где-то было в районе полуметра-метр над водой. Чтобы волна накатывала, не захлестывала на гнездове. И максимальный уровень воды не подтопило это гнездо. Вот таким образом и ставится. Значит, располагаем само гнездо относительно восхода и захода солнца так, чтобы восходящее солнце и заходящее не светило во вход и выход. Соответственно, если у нас это, значит, восток там, запад там, гнездо ставим вот таким образом. Соответственно, чтобы был удобен под лед. Вот если таким образом мы поставим, с этой стороны будет кустарник, утке не очень удобно будет, значит, с этой стороны она совершенно спокойно сможет залететь в гнездо. Конструкцию гнезда мы в данном случае используем такую, как видите здесь. Здесь усы приварены к планке. Еще есть вариант, если просверлить стойку, планку, и проволоку вставить насквозь. Такой тоже вариант есть. Но практика показала, что данная конструкция, она самая долговечная, самая долгоиграющая, не подвержена поломке от самой тяжести гнезда, скажем так, если это будет деревянная стойка. Гнездо намокает, на гнездо в зимнее время наседает шапка снега, которая мокнет, тяжелеет и тем самым может сломать стойку. Поэтому лучший вариант немножко потратиться и сделать качественную вещь, которая будет стоять и служить несколько десятилетий, скажем, пока не сгниет сам металл. Усы, соответственно, подгибаются от основания по форме гнезда. Это можно сделать еще дома, когда вы готовите саму стойку, само основание. Можно делать стойку несъемную, можно сразу приваривать. Но тут все зависит от того, какой у вас грунт и как вам будет удобно забивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давай гнездо попробуем, как оно ляжет здесь. Вот оно ложится в эту люлечку. Если мы понимаем, что усы сильно широко разогнуты, то поджимаем их и укладываем гнездо. Все. Оно у нас легло. Соответственно, вход у нас будет или выход с этой стороны. Но птица сама выберет, что ей удобнее. Гнездо необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать, как мы делали при скручивании стяжки, пластиковые, ПВХ, либо вязальную проволоку. Точно так же продеваем через ячейку. В данном случае гнездо установлено относительно данной местности достаточно правильно. Будем надеяться, что эта квартира придется по душе местной утки. Парни, помогайте природе. Мне очень приятно, что сегодня мы провели такое знаменательное мероприятие по установке гнезд для криковой утки. Ребята с проекта «Утиные территории» приехали, собрались. Они встали утром рано, часов 5-6, наверное, с Москвы, чтобы сюда приехать. Уже в 8 часов утра мы были все здесь. Значит, охотники – это не те люди, которые только уничтожают, как многие думают. Охотники – это те люди, которые воспроизводят то, на что охотятся. И я очень рад, что есть люди, которые даже не охотясь, этим занимаются, готовы помогать природе возобновлять наши ресурсы. Установку гнезд прошла в Дмитровском охотничьем хозяйстве, Дмитровского района, на территории первого обхода. Здесь у нас большие болота, бывшие торфоразработки. Вот это угодимые стараемся теперь взорвать. Они были голые, поля там, заросшие камушом. Теперь стараемся их возобновить. За проведение бехтических мероприятий постройка утиных гнезд памятным значком «Утка на гнезде» Экобит награждается. Евгений Юрьевич, ура! Вадим Александрович, ура! Спасибо! Алексей Алексеевич также награждается трофейным памятным значком. Памятным почетным значком награждается Алексей Владимирович за проведение бехтического мероприятия постройка утиных гнезд. Антон Михайлович, егерь, сегодня мышь, смотрите, какие у человека. Именно он вбивал все тяжелые сваи, и только благодаря ему была возможна установка. Также награждается памятным значком. Ура! Памятным значком награждается сам молодой участник проекта помощи постройки гнезд биотехнического мероприятия на первом обходе Дмитриевского охотничьего хозяйства. Как много интересных и красивых слов. Максим Маркович, ура! Марк Юрьевич, ура! Николай Николаевич Егерь, Дмитриевского охотничьего хозяйства. Майировского, да? Да. Награждается памятным значком за участие и принятие участия в постройке утиных гнезд. Ура! А куда... Николай, Ксич, вы идете. Памятным значком награждает Денис Евгеньевич, ура! Ура! Он, кстати, больше всех сделал гнезд. Памятным значком за участие в технических мероприятиях постройки утиных гнезд награждается Назаренко Алексей... Анатольевич! Анатольевич, а можно было очень-то не говорить. Ура! Алексей Анатольевич. Памятным значком за постройку утиных гнезд награждается Наталья Алексеевна. Большое тебе спасибо. Ура! Ура! Ну и самый главный человек, который помог в организации всего этого мероприятия... Николай Алексеевич. Охотовед. Охотовед. Награждается памятным значком утиная территория. Ура! Вот сразу видно, кто работает, а кто занимается позерством. Вот они, люди, которые работают. И вот позерство. Сейчас мы походите, да? Да.